приветствую девочки мальчики глафир обранов теле зефирах лето это маленькая жизнь ну соответственно пошел урожай разных продуктов правда урожай это не мы выращиваем а какие-то там рабы или колхозники я не знаю у меня волгоградская помидор вот навезли прям полно в самаре на данный момент сегодня 2 августа в дэвэшников за дон скажите какой там вес килограмм вес килограмм почти килограмм не считаются убери не считается потому что несколько раз уже включали того тоже миллилитра сейчас пошли не не бог я не знаю 14 грамм и мне хочется узнать сколько из кивот 400 грамм получится я через визор вижу минус чё-то там минус ваш не должен волновать минус должен быть здесь по арифметическим правилам сколько у нас получится основа для хреновины и за сколько масса рубка больше нам сработает помидора порезанная как в народе говорят попки срезаны плодоножки вырезаны поехали включая а Чеснок Чеснок вместе сразу с помидоркой будем прокручивать Возьмите 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 Минута 30, даже меньше. Солить. Исправился агреат. Спасибо ему большое. Спасибо мужу, который заботится о жене. И так, конечно же, сок-сок. Но уже получилась вот такая помидорная чесночная масса. Ягодоплодовые, вы знаете же, томат же у нас. Не забудьте посолить. Подождите, хочу измерить. Посахарить. Убьем. Очень мне стало интересно. Получается 800, почти 900 миллилитров. То есть, литровая банка. О! О! Запах какой офигенский! И для того, чтобы нам выполнить процедуру приготовление быстрой хреновины без хрена, мы берем полторы рожки сахарного песка. Ни тростникового, ни тростникового, ни тростникового, ни ничего обычного, белого. Я думаю, хватит. Это много. Ну пусть будет. И столовую ложку без горки соли. Смело. Смело. Смело из города берет. Размешиваем тщательно. Можно, конечно, еще и блендер сюда опустить. Даем настояться этому. Те, кто не любит семечки, против семечек, можете заняться кулинарным онанизмом и протереть все через сито или через марлечку пропустить. Но лучше в натуральном виде, чтобы все это было. Если собираетесь это закатывать на зиму, то, соответственно, придется вам прокипятить баночки, крышечки и хранить это все равно в холодильнике. Добавите уксус, то, возможно, что и в холодном погребе это сохранится. У меня нет ни того, ни другого, ни третьего. Ни баночек, ни погреба. Чего пробуем? О! С чесноком-то. В общем, все. Рецепт вам понятен. Кофер Абрама плохого не посоветует. Перерет сейчас эту баночку с крышечкой. Поставим в холодильничек. И с картошечкой. Чмоки, чмоки. Вы обе щеки. Рассказывайте, как вы делаете. Семки.